Конечно, очень много вопросов, связанных с определенным новым дыханием Майя в российско-украинском противостоянии и вот в этой войне, у кого инициатива, а оружие поможет или нет. Ну, это, в принципе, заявлял Зеленский на День Европы, бывший День Победы в Украине, и вот теперь День Европы. Но об этом позже. Я хочу все-таки начать с геополитического излома, потому что есть почему-то такое ощущение, судя по разным обозревателям и международной прессе, западной в том числе, что Си Цзиньпину удалось вбить этот тот самый вот этот клин между Европой и Соединенными Штатами Америки. Все просто изумились, Павел, как в старые, бог весть, какие-то времена, как в фильмах. Встреча в Венгрии борта с лидером Китая просто сбивает с ног масштабом, протоколом и вот этой нарочитостью. Не, ну, понятно, круче только были арабы, когда встречали Путина с вот этими всеми самолетами. Что думаете, насколько этот вот геополитический излом, ну, начинает прорезаться? Еще раз здравствуйте. Я, как всегда, буду призывать к осторожности и объясню, ну, к осторожности в своих оценках и объясню, почему. Бесспорно то, что с точки зрения Китая, ну, с точки зрения, даже не Китая, с точки зрения Си Цзиньпина лично, оторвать Европу от США было бы, ну, достижением выдающимся. Тут действительно двух мнений быть не может. Он, соответственно, активно прикладывает усилия, активно работает над этим вопросом. Другой вопрос, в связи с этой автологией, насколько это, в принципе, возможно в нынешних условиях. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что называемое обстоятельство непреодолимой силы. Что я имею в виду? Чтобы оторвать Европу от США. А Си Цзиньпин очень четко в своих выступлениях до поездки в Европу говорил примерно следующее. И вообще вся эта линия китайской дипломатии после визита к Линкену, она и была такой до этого, но сейчас она стала, уже где-то четыре раза было подобное выступление от разной степени официальных лиц, что США источник войн во всем мире, США источник войн в том числе в Европе, и мы, как Китай, предлагаем Европе мирное вот это все партнерство. То есть, условно, какая простая дискурсивная форма, на дискурсах мы поговорим еще дальше. США приносит войну, Китай приносит мир. Но это очень серьезное заявление. То есть, чтобы Европе пойти на это, я напомню, ни много ни мало, просто чтобы мы понимали, это означает развал НАТО. Вот, цена партнерства с Китаем для Европы – это отказ от нас. Я не вижу сейчас реальных посылок для того, чтобы страны Европы могли заплатить такую цену за китайские предложения, которые, я думаю, очень вкусные, очень симпатичные, очень прям всем могут нравиться. Но на данный момент цена для них неподробная. Поэтому пока мы находимся в стадии пробования воды, апробации, стороны знакомятся, устанавливают отношения, знакомятся, торгуются. Вот это все общий дипломатический процесс. Как вы знаете, рефреном на наших встречах звучит фраза «переговоры идут постоянно». Вот и здесь переговоры идут постоянно. Абсолютно право участники в том, что, опять-таки, раскол между Европой и США выгоден Китаю. И, кстати, не только Китаю, он еще, кстати, выгоден Великобританией, крайне выгоден Великобританией. Поэтому, я думаю, они играют на пару. Более того, заметьте, что в этой истории не присутствует Германия. Напомню, что именно Германия была ключевым партнером Китая на протяжении предыдущих, европейским партнером Китая на протяжении 20 лет, если вы будете смотреть на статистику экспорта и импорта. То есть это очень четко прослеживается, что это такой знак именно Германии, что мы с вами разговаривать точно не собираемся. Но даже, тем не менее, говоря о Китае, о Франции, где был основной визит, опять-таки, пока непонятно, что именно может сделать Франция. То есть у Франции очень много требований к Китаю, вот эти требования повлиять на Путина и так далее, но политике за такое надо чем-то платить. Синь Цзиньпин свою цену, повторюсь, обозначил. Если хотите наше участие, то отказывайте. То есть если вы докажете, что вы являетесь субъектом Европы, он говорит, европейским элитам, то есть способны принимать национально ориентированные действия без оглядки на США, в разрыве союзе с США, тогда разговор с нами будет. А если вы просто колония США, то тогда что нам с вами разговаривать? Если честно, я думаю, основное предложение Синь Цзиньпина было в этой русле. То есть он предлагает выбор. Вы либо субъект, и тогда у нас один формат отношений, а мир меняется. Вот видите, там Егемон уходит, запрос на субъектность возрастает, соответственно, быть субъектом выгодно. Но вот вы определитесь, европейцы, и вы конкретно Макрон, и с кем он еще встречается. Вы субъект или вы объект? Тогда у нас будет разная с вами беседа. Визит же в Венгрию – это уже более частный случай. Тут надо понимать, что Венгрия – это страна с небольшим количеством ресурсов, но большим количеством амбиции у Виктора Орбана. У него есть одно большое преимущество – он морально готов к жизни постевропейского союза. Это очень важный момент. Он явно готовится, мне кажется, свою страну к тому периоду хаоса, который, может быть, откроется в ближайшие годы в Европе. И, соответственно, он показывает себя как сильного лидера, как уважаемого лидера. Очень важно. Тут надо еще отдать очень принципиальный момент. У Орбана откуда вот эта помпезность и фанфара? Орбан лично предпочитает в дипломатии даже стиль ненациональных интересов. Он идет глубже. Он предпочитает стиль личной дипломатии. Ему нравится устанавливать личные отношения по принципу «я Орбан – классный мужик, и ты Трамп – классный мужик». И вот, например, то же самое «я Орбан – классный мужик, ты Си – классный мужик, вот мы там друг с другом, мы с тобой договоримся». То есть для него вот этот формат очень важный. А уже под это он потом «а давай еще обсудим национальные интересы наших стран». То есть Орбан – это просто его традиционная манера. Ну, просто для слушателей, кто не знает. Поэтому вот это, скажем так, большое значение ритуальной стороне вопроса крайне значительно. При этом, конечно, с другой стороны возникает тоже разумный вопрос. Если у тебя лучший друг Трамп, а Орбан – это, наверное, ну, честно говоря, такие дифференты, которые Орбан Трампу поет, ему даже в Америке никто не поет. Если мы будем читать выступления Орбана о Трампе, это просто спаситель мира, спаситель человечества, ни много ни мало. То есть он из Венгрии призывает американские элиты объединиться вокруг Трампа, чтобы вы понимали степень проникновения, скажем так, Орбана в этот про-трампистский дискурс. Но Китай – это геополитический оппонент США. То есть как он планирует на этих двух стульях сидеть, пока тоже до конца непонятно, но, опять-таки, с Трампом еще непонятно как, и вроде вот остается. То есть я думаю, связано это вот с этим. Визит же в Сербию, третий такой большой визит, это тоже была часть вот этой дискурсивной политики уже Китая. Опять-таки, говорить реально о том, что между Сербией и Китаем какое-то, может быть, суперсотрудничество, ну, откройте карту. Как? Ну, самолеты, то есть сухопутные границы даже нет. То есть у Сербии даже нет своей сухопутной границы с ненейтральными странами. То есть она окружена Европейским. Деньгами? Речь шла о деньгах. Ну, речь шла о деньгах, там, о контрактах, но пока это, опять-таки, больше это именно шпилька в, соответственно, в дискурсе Европейского Союза. То есть вот вы настаиваете на европейском единстве, то есть тут же два еще вектора атаки на единство именно Европейского Союза как организации, а он показывает, а вот у нас национальное правительство, с которым мы общаемся, а они еще помнят об агрессии НАТО, которое убило китайских дипломатов. Вот это знаменит, собственно, почему он посетил мемориал в Белграде на месте китайского посольства, где погибли китайские дипломаты. Признал Косово частью Сербии, кстати, немаловажный факт. Си это тоже сделал. То есть это такая своеобразная, вот я думаю, это все идет в корзину вот этого принципиального выбора, который он предлагает европейским элитам. То есть мы, Китай, готовы к сотрудничеству с субъектными европейскими элитами, но сначала вам нужно доказать свою субъектность. Как вы доказываете свою субъектность? Вы сбрасываетесь с себя, словно вот этот левоглобалистский, одновременно американский планиальный статус, и тогда поговорим. Вот, собственно, что этот визит был. То есть очень важно, то есть хотел подчеркнуть, в вашем вопросе присутствовало, как будто это уже что-то, что произошло. Нет, пока ничего не произошло. Этот визит – это не результат совершившихся договоренностей, этот визит – не результат, я не знаю, продуманного плана к исполнению. Этот визит, по сути, заявление. Вот как заявление, как предложение, это можно рассматривать. Предложение сильное. Я поясню, почему моя риторика, что уже что-то произошло. Я не помню, ну, я что-то это, знаете, это напомнило что-то из вот этих, ну, после того, как умер Берлускони, да, вот написали в итальянской прессе о том, что он и Путин были на охоте, а там он убил косулю. Помните, да, вот этот трэш, да, вот этот сердце там начал есть, того там стошнило за деревом. Ну, жёлтая пресса такая прям. Не, ну подожди, это же очень интересно. Вот это всё, вот это. Я вот из разряда вот таких, ну, даже пересказ был, а это мы видели фактически с фото, с событиями. То есть, общались-общались Макрон и Синь Цзиньпин, общались-общались, да никак расстаться не могли, что на пиреней должен был мчаться к нему Макрон условно на второй неформальный, да, блок вот этого общения. И там тоже очень интересная формулировка, как бы Си позвал, Макрон приехал. Это очень нетипично для встреч на таком уровне. Нетипично. И на какой-то, ну вот знаете, и вот на такой какой-то действительно волне, ну, скажем так, общей тональности, которую говорили, ну там Макрон и Си в той же теме, там, Олимпийского перемирия и других вопросов. Ну, опять, я понимаю, что вы имеете в виду, я пока же не увидел главного, я не увидел действий. Вот смотрите, мы же с вами учимся смотреть не только за словами, но и за действиями. Вот пока у нас действий нет, может быть, через месяц увидим планы идти встречи. На данный момент я вижу, опять-таки, очень серьезный разговор, я вижу ускорение определенных процессов, и я думаю то, что Китай максимально четко вот эту свою позицию обозначил. В чем здесь проблема Макрона? Макрон же тоже. Понимаете, мы сейчас находимся в очень интересный исторический момент. Все хотят усидеть на всех стульях сразу. И поэтому вот эти все переговоры, они все проходят, на самом деле, между всеми во всех этих участниках в разных частях мира примерно в одной тональности. Все пытаются, вот вроде бы все совсем-совсем согласны, а когда дело доходит до вот последнего шага, вот здесь начинается проявление, потому что Макрон личные амбиции Макрона понятны. Личная амбиция Макрона, он хочет быть новым Наполеоном, ни много, ни мало. Это вот правда. Ну, то есть у человека личная амбиция, хочет быть новым Наполеоном, новым главой, там, новой единой Европы. Ну, или, по крайней мере, может, не всей Европы, но там значительную часть, у человека реально большие личные амбиции. И Макрон к нему обращается. К этой, я думаю, твой, простите, Син Цзинпин, я думаю, вот в эту амбицию Макрона спокойно и обращается. То есть, если ты говоришь такие слова, Гош, ну, давай поговорим серьезно, давай там, я не знаю, покажи, что ты там не гуешь. И вот это все идет обсуждение, пытаются прощупывание, насколько это реально. Но дальше-то, такая проблема, мало говорить, что ты Наполеон, надо быть Наполеоном. И вот здесь возникает, что как бы вот с этим все гораздо сложнее. У Макрона очень большие амбиции, но пока он эти амбиции делом-то не подкрепил. Реально не подкрепил. Мы знаем то, что вот эти, скажем так, постоянные метания последние два месяца в прессе. Я то, я сё, я не то, но я не это. Мы да, но мы нет. То есть, это не поведение Наполеона, да? И вот этот вот конфликт между уже вроде бы оформившимся внутренним желанием, и я думаю, даже интуитивно все мировые лидеры чувствуют, что старый миропорядок уже закончился. То есть, мы-то с вами тут об этом три года говорим, но мировые лидеры у них свой, скажем так, ритм, и у них до них это доходило сильно дольше. Я думаю, сейчас начинает вот это лето, это даже до самых склонных к отрицанию реальности, начинает доходить, что старый миропорядок действительно заканчивается. Но дальше, что наступает, следующий этап страшный. Вот этот делать последний шаг, принимать решительные действия, нести ответственность за эти действия, это психологически страшно. И поэтому у нас и происходит вот эта ситуация, что вроде и договариваются, вроде и все логично, вроде и там поддержка, не поддержка, слова произносятся, действия пока конвертировать не могут. И вот это такой психологический момент, который тоже займет, мне кажется, определенное время. Это не только про Францию и Китай, это вообще про весь мир. То есть, это общее состояние мировых элит. Потому что, поймите, для мировой элиты по сути, сейчас состояние вот этой неопределенности и растерянности. Мы этот тезис тоже говорили, но я его повторю. На бумаге старые договоренности есть, вроде бы, но всем понятно, что они не работают. Ощущение, то, что что-то фундаментальное уже сломалось, есть, но как это из этого действовать, и что с этим делать в будущем, тоже непонятно. И какое бы решение ты не принял, ты гарантии, то, что оно будет успешным, нет. А это значит, что нужно делать? Это значит, что тебе нужно внести ответственность за принятые решения. А, чтобы вы понимали, элитиков 50 лет выращивали в атмосфере, что никто ни за что не отвечает. Поэтому для них психологически, органически сложно для того же Макрона даже вот реализовать свое желание быть Наполеоном. Ему же надо рискнуть будет, понимаете? Чтобы стать реальным вот этим европейским Наполеоном, ему надо рискнуть. Это, простите, всю карьеру на конс ставить. Это, возможно, в историю войти не как героя, а как, я не знаю, тиран, предатель или еще проще. А давайте упростим, правда. Мне прям очень интересно. Ну, вот смотрите, вот это, конечно, жуть, да, что поднимается и, как вы говорите, то не то, то это. Это, в частности, и касается вот этой стратегической двусмысленности, которую Макрон преподносит Кремлю. Ну, или там, Путину, или там, России в целом. Руководству. По поводу ввода или не ввода европейцам. Европейцы. Европейцы вообще в шоке, если честно, от этих перспектив. Только там могучие балтийские страны готовы на сто процентов. Поляки как-то не шибко горят, хоть вроде как и вооружаются. Говорят, не-не-не, мы вводить не будем. Американцы сразу сказали, нет. Ну, вот я не об этом. Так, смотрите, Макрон подружился с Си Цзиньпином. Не подружился, я не верю, что он... Моделируем ситуацию, моделируем ситуацию. Подружился с Си Цзиньпином. Путин давно дружит с Си Цзиньпином. Ну, так смотрите, нормальный выходит понятный сценарий. Происходит ввод войск Макрона. Ну, там, вот, они заходят на какие-то объекты и по щелчку пальцев происходит заморозка. Украина, даже если она, ну, скажем так, ну, вот, даже вот если она против именно заморозки, да, вот, руководство, все там, они не могут пойти против Макрона, потому что Макрон обретает лидерство в Европе, заручаясь поддержкой, ну, скажем так, гегемона приходящего. Путин тоже не будет бить по войскам Макрона и у нас образуется сам собой корейский сценарий. Что думаете? Ну, думаю, то, что эта модель здесь не применима по некоторым причинам. Первое, самое главное, игроков больше, чем два и дальше, чем три. То есть, в этом уравнении принимает участие гораздо большее количество игроков. То есть, как бы, в этом сценарии непонятен роль США, уж простите. То есть, нет, я повторюсь, простите, Франция член НАТО, то есть, не надо забывать, под чьим зонтиком это все висит. Под этим не учитываются возможности французской армии, которая сильно ограничена. Простите, надо понимать, что французская армия это не какой-то там супергегемон. Уж она по европейским меркам сильная, но на фоне современной войны нет. Наконец, третий фундаментальный фактор, то, что, опять-таки, данная модельная сценария полностью не учитывает интересов реальных России. Ну, то есть, я могу понять, почему Макрон этого хочет, я не могу понять, зачем Путину такое соглашаться, а если вот вы думаете, что Путин это просто, знаете, вот по челчку пальца исполняет желание Си, ну, я понимаю, что это такой популярный образ в ряде экспертов, но он даже близко к делу не стоит. Отношения между Россией и Китаем, они именно в отношении дружеского нейтралитета, а не вассальные отношения, потому что это вот взаимообусловленная взаимозависимость. Там обе стороны ловят ситуационную выгоду, но отношений вассального нейтралитета нет. То есть, я много раз выразила принципиальную позицию, что заморозка ее не интересует. Ее интересует новая архитектура безопасности. Новую архитектуру безопасности Макрон предложить не может, потому что Макрон не может обеспечить главного, чтобы США отказались от стратегической неопределенности. То есть, я же понимаю, стратегическая определенность это не про Макрон, это про США. Если вы читали недавний доклад Рэнда, он довольно сильно обсуждался, то там, по сути, при всех деталях главное-то остается неизменным. Ставка на стратегическую неопределенность. То, что мы, конечно, в НАТО Украину принимать никогда не будем, но формально мы от этого никогда не откажемся. Что с точки зрения российской элиты полное безумие. Потому что они требуют формальную гарантию. Нужны документы, обязывающие вообще новый вот этой всей, то, что они называют, стратегический поиск безопасности на западной границе. Им замораживать конфликт. Им смысл. Опять-таки, я почетнулся с их точкой зрения. Мы играем через это. И вот это я называю обстоятельство неопределенной силы, которое в данный момент выражено очень простой формулировкой. При том, что все постоянно переговариваются, обнимаются. Сейчас снова Путин в Китай поедет, тоже будут обниматься, все будет очень красиво. Там еще кто-то куда-то поедет. Потом все будут ездить. Это еще очень долго будет длиться. На данный момент трагизм ситуации для нас, как обыватели, заключается в том, что минимальные, то есть, повторюсь, не максимальные, минимальные предложения каждой из сторон для каждой из этих, а это, повторюсь, не треугольники, это многофигурные, там просто сейчас пазлы образуются, неприемлемы для других. И поэтому ни одна из договоренностей не может собраться. Ну вот условно, предложение Китая к Франции такое, то что Франция не выполняет. Минимальная предложение цена Китая за сотрудничество, такая, что Франция никогда не выполнит. По крайней мере, никогда в нынешних условиях. Повторюсь, но не могут они себя от Америки отстегнуть. Последний раз это Деголь попробовал. Мы помним, чем закончилась Деголь попытка отстегнуть Францию от США. Плохо для него она закончилась, прямо скажем. То есть, как бы, при этом параллельно предложение США для Китая, да, вот визит Дымкина в чем был, да, то есть, по сути, их предложение «давайте на двоих рулить миром, но вы будете младшим партнером». Китай, а сейчас, мы младшим партнером не будем. Мы готовы на двоих рулить миром на равных. А это неприемлемо для Китая, а это неприемлемо для США. И вот какой треугольник вы не возьмете, я не знаю, во всех этих пазлах, вы всегда поймете, что минимальное предложение какой-нибудь из сторон просто неприемлемо для остальных. Ну, и отсюда вот это будет продолжаться. Поэтому я-то думаю, то, что на фоне всех этих разговоров и ставок на стратегическую неопределенность мы просто увидим на данный момент всплеском тропии этим летом на самом деле не заморозки, а энтропии. Энтропия это что такое? Значит, ну, такой, эскалация, хаос, но не хаос, знаете, в результате какого-то супер хитро продуманного плана, а просто в результате того, что банально по логике теории игр, что называется, других вариантов и сторон не остается. То есть вроде и не хочется, а приходится, потому что логически невозможно по-другому действовать. Я вот скорее опасаюсь, не то, что опасаюсь, сделать ставку на этот сценарий. И это мы еще даже не отметили вопрос Украины, то есть как бы мы не затронули, вы упомянули корейский сценарий, но... Нет, я просто поясню, я почему так, да, вот смотрите, вы говорите, в чем выгода Путина? Ну, вот эти все ядерные учения совместные с Белоруссией, которые вот-вот-вот они должны, как бы подготовка идет, должны начаться... Ну, это сигнал, да. Ну, мы воспринимаем так политический или там такой геополитический сигнал, но ведь смысл там всего происходящего, мол, НАТО не заходит в Украину, но Украине тоже нужны гарантии. Если в Украину зайдет Макрон, а не НАТО, и базы там... С точки зрения России это ничего не меняет. Франция – страна НАТО, неважно, они под флагом НАТО или под флагом Франции. Британская база в Очакове была не под флагом НАТО, и, простите, это был тоже камень преткновения. Нет, минимальная позиция России, она, в принципе, понятна. Это демилитаризованная Украина. Какие-то полицейские силы остаться могут, но то, что территория Украины не должна быть во военном... Ну, с военной точки зрения это должна быть серая зона. С военной точки зрения. Это позиция России, повторюсь. Я не говорю о том, что так будет, это ее минимальная позиция, и она готова продолжать до тех пор, пока эта позиция не будет удовлетворена. И события последних двух лет показывают, что ресурсы на это, в принципе, пока есть. Я возвращаюсь к вопросу Украины, просто вот как раз это вот очень напоминает войну известную, но мало изученную, что называется в наших широтах. Война во Вьетнаме. Мало кто помнит, что война во Вьетнаме длилась очень долго. Вьетнам был конфликтной зоной, начиная с 49-го года. Потом, вот мы знаем о пике, то есть это после американской интервенции, но американская интервенция происходит в середине 60-х годов, а до этого там 10 лет идет по сути гражданская война с разным внешним вмешательством. Вот как раз наши любимые прокси-войны, то есть как бы Америка участвует через прокси, там Северный Вьетнам действует через прокси. В общем, постоянная вот эта серая зона прокси-война. И вот реальный кризис-то наступает, после чего американская интервенция становится практически неизбежным, очень в определенный момент. То есть, опять, логика эскалации, что я имею в виду. Я пока просто в качестве аналогии зачитаю отрывок из великолепной работы, которая рекомендует на свободном доступе в интернете. Я рекомендую всем нашим участникам с ней ознакомиться. Называется «Война во Вьетнаме». Филипп Дэвидсон. То есть, просто прекрасный исторический материал. И вот, что происходило незадолго до следующего витка эскалации. А напомню, к тому моменту в середине 60-х вроде бы даже казалось, что вроде бы... Вот, меня параллели пугают. Казалось бы, что состояние очень похоже. А вот что происходило? Ну, Дием, то есть, это президент Южного Вьетнама на тот момент, то есть, глава, заносчивый, противоречивый аристократ, бывший, как говорится, себе на уме, сам начал превращаться в проблему. В сложной ситуации все менее он подходил на роль лидера военного периода. Война с Вьетконгом являлась для Диема чем-то второстепенным. Главным же оставалось политическое выживание. Ради поддержки своей падающей популярности он постоянно давил на военное начальство, требуя от него избегать потерь. Командующего, допускавшего, по мнению Диема, большие потери, вызывали на ковер в Сайгон. Южно-Вьетнамской армии модным становилось словечко благого разумия. Он жил в постоянном страхе перед заговором и главным качеством офицеров считал личную преданность ему. Из-за опасения военного переворота он постоянно перемещал командующих с места на место и добивался того, чтобы никто из них не распоряжался всеми войсками в контрольном регионе. В результате такого подхода все высшие офицеры на ключевых постах были благоразумными, политизированными придворными, а не бойцами, готовым дринуться в драку с Вьетконгом. Американские советники пытались изменить пагубное положение, но, коль скоро Диема поддерживали в Вашингтоне, никакие старания не приводили к успеху. Однако осенью 1963 года правительство Соединенных Штатов приняло тайное решение отказаться от его поддержки и начать поиск более подходящей кандидатуры. 1 ноября 1963 года смолчаливого согласия посла США, группа генералов не изложила властителя, а на следующий день вдвое младших офицеров убили Диема и его брата. Тем не менее, в меморандуме 21 декабря 1963 года министр обороны США Макнамара мгновенно предостерег президента Джонсона. Обстановка тревожная. Если все останется по-прежнему, при существующих тенденциях, через 2-3 месяца контрольная ситуация будет утрачена. И это в самом лучшем случае. Вероятнее же всего власть в стране возьмут коммунисты. 20 января 1964 года правительство, сменившее администрацию убитого Диема, в свою очередь было стерлено в результате переворота, возглавляемого генералом Канин. Это нанесло по американской программе помощь Южному Вьетнаму и так, с чашаткой, еще в один удар. Куже того, неожиданный поворот событий заставил руководство США усомниться в том, что их представители на месте владеют ситуацией. В ведущем политикам в Соединенных Штатах, отвечавших за курс Америки в отношении Вьетнама, оставалось только трясти головами и бормотать нечто, что же дальше, что же дальше. И так наступил момент истины. Танкинский инцидент. Вот пока это просто слова, то есть я не говорю, что это то же самое. Я просто призываю слушателей пропустить то, что было зачитано и поискать параллели в происходящих событиях. И я бы предложил на данный момент оценивать текущую историческую точку как приближение к определенному моменту истины. Как он будет произойти в этот раз, мы не знаем. Но, наверное, это вообще литмотив тех вопросов, которые задаете. Все чувствуют, что вот эти визиты, они все вот пока ни о чем. Они все, знаете, как будто вот человек пытается на что-то замахнуться, а потом рука опускается. Но бесконечно это продолжаться не может. Рано или поздно вот такое накопление, что называется, не до замахов, приведет к какому-то катарсису, мы не знаем какого-то. Может быть, это будет то, что, не знаю, Макрон наберется решимости и введет, я не знаю, французскую дивизию. И тогда будет момент истины, условно, эта французская дивизия станет моментально объектом для цели или не станет. Или там произойдут какие-то события в внутриполитической жизни Украины, подобно тем, что происходили во Вьетнаме. Союзников, ну, не союзников, а тех стран, которые поддерживают так или иначе Украину, что они будут делать в этой ситуации. В общем, мы приближаемся к точке, в которой возможен момент истины. Но до тех пор, пока мы в ней не оказались, делать вот такой, знаете, гарантированный, четкий, стратегический прогноз, что будет так или иначе, мне кажется, было бы с аналитической точки зрения преждевременным. Единственное, что я хочу подчеркнуть, то, что по моим ощущениям до момента катарсиса, вам ответ, до некого принципиального момента катарсиса, который, такой катарсис, который будет заметен всем, глобально, по всему миру, надеяться на какие-то паузы, заморозки, переморозки, это ложная надежда. Вот я бы так ответил. с точки зрения политики, ну, давайте так, а все-таки при всех, скажем так, велеречивых или эмоциональных выступлениях, при разных, скажем так, моментах, вот если брать, как вы учите, да, или призываете, судить по делам, так все достаточно предсказуемо. Ну, вот я вот просто вот так вот все очень долго толкли воду в ступе по поводу, там, заложенного премьера Британии. Раз, так и получилось. Пошла. Все-таки на премьер его на... Ой, пошла, да, простите. Я думаю, он был бы не против, но нет. Это я задумывался просто о Британии, понимаете, просто там же у них и выборы, и там очень непростая ситуация. Поэтому я так оговорился. Посла, да, посла. Указ есть, все есть. И все эти люди, которые искали в фотографиях каких-то знаках, там, простреленной пули, каких-то выражениях, общениях, ну, оказались все в дураках. А Зеленский и команда Зеленского, ну, четко, как по нотам, доиграли вот эту мелодию. Да, но это маленький сюжет. Смотрите, на данный момент... Я понимаю, что нет, для Украины очень большой, но в том контексте, который вы задавали ранее наши вопросы, это сюжет относительно небольшой. Как раз поведение президента Зеленского на данный момент нам очень понятно, и, опять-таки, отмотайте на пять минут назад, вот, как бы, ничего не меняется. С точки зрения приоритетов удержания власти все сделано логично, и ресурсы, пока на это есть, это даже будет удаваться. Но дело-то не в этом. Дело в том, то, что понятно, что сейчас договоренности, они не про Украину. То есть, в этом-то состоянии. Украина это просто, к сожалению, полигон, поле боя, на котором происходит, вот, вокруг которого пытаются стороны нащупать, давайте уж прямо говорить, нащупать пути для вот этих новых стратегических договоренностей. Но мое-то мнение состоит в том, что до тех пор, пока не будет момента катарсиса, до тех пор, пока в этой 30-летней войне не проявятся новые субъекты, а чтобы они проявились, политики должны признать наконец-то для сами себя, что им придется принимать субъектные решения, за которые они могут либо там, знаете, либо пан, либо пропал. Что такое субъектное решение? Это не то, что вот я просто подписал закон, он сам по себе хорошо. То есть, это не вот последние там 30 лет, и вроде я просто, как это, за него награду беру. Нет, это такое решение, которое тебя может либо в данке вывести, либо на гильотину. Вот это называется субъектное решение. То есть, это предельный риск. Политики не хотят сегодня этим заниматься. Пока они ничего... То есть, какие нам этапы надо пройти? Нам надо дойти в этап, чтобы обстоятельства привели к тому, что они поняли, что других выходов у них нет. Потом эти решения должны сыграть друг с другом, то есть, проявить себя на каком-то поле, да? И только потом, после этого, когда это как-то уже будут плоды этих решений, видимо, возможны какие-то договоренности. То есть, понимаете, насколько мы далеко от этой точки. И Украина в каком-то смысле здесь является, ну, можно сказать, прямо заложником этой ситуации в этой игре, потому что, ну, так получилось, что называется. Вот это вот принципиально ее слабость. Катарсис, это ядерный удар? Это он может быть. Ну, он вполне возможно он может быть, но не единственный. Я даже не буду здесь, как бы, он просто самый такой, знаете, избитый. То есть, действительно, все обсуждают, это очень активно. Он напрашивается, вот именно с точки зрения драматургии. Но кто сказал, что он таким должен быть? То есть, могут быть самые разные. То есть, я так скажу, с катарсисом будет очень просто. Когда он случится, мы его не пропустим. То есть, это будет событие таких масштабов, которые, ну, даже самому находящемуся в отрицании человеку, политику, наблюдателю, покажет, что старый мир закончился. Вот, пока еще, заметьте, все еще продолжают искать пути отрицания. Пока очень много попыток, давайте просто вернемся назад. Как-нибудь, давайте, ну, уже не прям совсем, ну, не совсем назад, ну, немножко вот подделаем здесь, подшпаклюем тут, и вот, но тем не менее, как-то вот оно вернется назад. То есть, это должно быть событие какого-то масштаба. Это может быть, например, ну, вот какие вот еще могут прийти так. Это сейчас не прогнозы сразу, чтобы не это, люди, это воображение. Пример какой-то, да. Воображение. Ну, например, кризис масштаба Черного вторника в США. Это тоже может быть катарсисом. То есть, как бы, ну, вот, условно, ну, для тех, кто не знает, Черный вторник, это день, с которого началась Великая депрессия в 20-ти годы. Вот, прям вот, финансового кризиса, вот всю мировую экономику, там, я не знаю, на грани выживания поставит. Вот это тоже может быть катарсисом поэкономический. Я не знаю, какой-нибудь крайне жесткий сбой в мировой инфраструктурной системе. То есть, я не знаю, одновременно четыре танкера застрянут в каждом, там, я не знаю, проливе, и какие-то, я не знаю, кабели по дну океана, идущие, там, перегорят. Ну, опять, это все воображение. То есть, я просто, чтобы не только ядерный удар людям на голову приходил. То есть, событие какого-то, я не знаю, а какое-нибудь извержение супервулкана тоже, кстати, вполне может быть, но не где-то там в Азии, а вот где-нибудь там в Европе. Не знаю, если в Везувии там пол-Италии снесет, возможно, это какой-то такой прям катарсис, катарсис еще будет. Ну, вот что-то вот масштабное, понимаете, да, то есть, не пропустите. В любом случае, каждое такое событие, оно, не пропустите. То есть, оно вот им должно сыграть психологическую роль. Но почему-то да, всем на голову пока приходит только ядерное оружие. Ну, понятно, почему. Просто формально не обязательно... Субтитры создавал DimaTorzok